О своем внешнем виде люди заботились давно. Еще известно с древних времен, что в Древней Греции для того, чтобы наладить складки на одежде, греки использовали металлические пруты, которые нагревали на огне. Между них закладывали ткань и тем самым делали складки. Еще интересные были приспособления для того, чтобы улучшить внешнее состояние ткани. Это были камни. На одежду клали плоские камни, она какое-то долгое время лежала. Потом, конечно, люди придумали, что если камень нагреть и положить, то процесс ускоряется. Но аналог камня был придуман позже. Это утюг, который был сделан уже с появлением металла с чугуна. Вот такие вот утюги, которые ставились на плиту, накалялись. Вот у нас тут несколько вариантов. Они очень тяжелые. Почему чугун? Потому что он очень быстро нагревается и долго остывает. Но проблема была в том, что невозможно было регулировать температуру. Что очень трудоемкий был процесс изготовления ткани. И было очень просто при помощи этого утюга ее спалить. Тогда появился следующий вариант утюгов. Это утюги на углях. Причем был же процесс завязан к печке, если вот с этим утюгом нужно было постоянно подходить и нагревать. То появились вот такие утюги угольные, на которых, в которые уже засыпался уголь вот сюда. Было специальное поддувало. Он работал как печка, там угли постоянно тлили. Можно было удалить от печи, убрать и проглаживать одежду. Вот видите, вот на этом утюге есть вот такая у нас труба, которая... Есть, конечно, интересные, уже которые более современные. Не чугунные, а не полегче для того, чтобы хозяйке было полегче. Ну, а вообще, таким утюгом было очень сложно гладить, потому что они достаточно тяжелые. И многие хозяйки для того, чтобы развить, ну, не попадало вот это вот, чтобы попал туда кислород, нужно было еще вот так вот мотать. Рассыпались искры по все стороны. Тоже надо было аккуратно работать при помощи таких утюгов. Существовали даже вот такие вот маленькие утюжки. Это вот такой вот печной, который стоял. Ну, интересно, для чего они были предназначены им? Когда я задала вопрос детям, вот в прошлом году мы выставляли эту коллекцию, мальчишка один ответил, я спросила, когда для чего, вот как вы думаете, вот этот утюжок. Он сказал, что, наверное, женщины раньше им разглаживали морщины. Ну, тем не менее, интересный вариант. Но это существовали такие утюжки для того, чтобы разглаживать мелкие детали, складочки, кружева, вот где нужно было подойти. Вот такие миниатюрные были утюжки для разглаживания складок. Ну, конечно, они существовали уже в более зажиточных домах, где женщины носили более декорированную одежду, складками, валанами, тем более. А что в простых, у меня существовали такие вот примитивные в домах утюги.